Статья о поле снегопада, текст читает Юлона Стоянова. Десятое. Как делается пустыня сегодня? То, что вам школы Голливуд в голову били, дескать, мы живем на ресурсных федерациях, на плантации, на которые хотят прилететь какие-то инопланетяне и выкорчевывать то, что давно уже было выкорчевано. Засуньте себе этот мусор в багажник или чухая выхлопной трубой, молча бороздите нескончаемую паутину информационного пространства, ибо правды в этой версии ноль. Давайте вспомним, как наш мир назывался в старину. Это гея. Хорошо и обширно на эту тему высказался упомянутый сайт Асгард о словах-перевертышах. Мол, зачем наши политики устраивают договорные гей-парады? Чтобы подменять понятия и заставить нас, оболваненных, говорить вслух для высших сил, как мы сами свой мир ненавидим. В том числе и самих себя. Если наш мир под названием гея такой нетрадиционной ориентации, то давайте тогда называть геологов, геодезистов, гейзеры, географов таковыми. Если якобы это неправда и это якобы совпадение, то вспомните, какое название так называемой планеты звучит чаще. Голубая. И если планета голубая, то кто на ней живет? Голубяне или голубые? То есть да. И так крути и сяк, на выхлопе мы вновь ловим за руку паразитов, которые соблюдают коны. И по этим конам, боясь их нарушить, говорят всегда правду. Но в наших умах ассоциации переворачивают с ног на голову. Иначе, если бы они врали, то нарушали бы свою карму. А в итоге они ангелы для Вселенной. А зло они совершают нашими руками, чтобы кару перекидывать с себя на наши плечи. И в итоге что получается? То, что вам школа и Голливуд в голову вбили, какой рай на голубой планете, в ресурсах которого так нуждаются иные миры, пора уже забыть. Вылезти из этой водосточной ямы вымышленных сочинений. Если убрать штык чернозема и все молодые леса на планете, то что о нашем мире можно будет сказать? Да, наш мир опустошен. Мы лишь микробы, живущие в этом опустошении. И как делались пустыни в прошлом, мы легко сможем уловить по тому, как делаются современные пустыни сейчас. К примеру, пустыня в Тайгинке, как Павел Распопов эту пустыню описывает. В Челябинской области, около города Кыштым, есть настоящая пустыня. Конечно, она не тянется до горизонта, но тоже впечатляет. Здесь можно погулять по бараханам, погреться на песке или устроить необычную фотосессию. Пустыня в Тайгинке рукотворная. Это хвостохренилище для отходов графитного комбината. Измельченная в песок пустая порода падает сюда под трубом в перемешку с водой. Крупное месторождение чешуйчатого графита было найдено геологами в 1939 году. А уже в военное время, в 1941 году, началось строительство графитного рудника и фабрики. Сюда эвакуировали завалевскую графитную фабрику из Украины. В 1942 году выдали первую тонну продукции. Тайгинский графитовый комбинат стал крупнейшим в СССР. Графит добывает открытым способом карьеря на западной окраине поселка. Хотя содержание графита в породах невелико, всего 3%, оно легко обогащается на фабрике. Запасов месторождения хватит еще на несколько десятилетий. Что при разработке карьера тайгинского месторождения графитов, в его бортах неоднократно вскрывали пигматитовые жилы с редкими и ценными минералами. Находили прекрасные кристаллы берилов и топазов, турмалины, марионы, микроклин, клевеландит, колумбит, апатит и другие. Ну, а пустая порода в виде песка попадает к востоку от поселка и предприятия. Стоит отметить, что подобная песчаная пустыня есть и на Среднем Урале, на окраине города Березовский, что близ Екатеринбурга. Переходим на эту вторую пустыню, деланную на нашем веку, и читаем. 1745 года, мая 21 дня, здешний канцелярия главного завода управления помянутый Раскольник Марков усмотрел между Становской и Пышминской деревняк-дорок наверху светлые камешки, подобные хрусталю. Между он ими нашел плитку, как кремешок, на который знак с одной стороны в ноздре, как золото. То есть, говорится о чем в этих выдержках? Что 300 лет назад были заводы на Руси, которую принято было считать выжженным полем, и якобы технологий не было. Кстати, термин «выжженное поле» не на пустом месте появился. Ведь драгоценные самоцветы из деревьев. Уголь, базальт – тоже от деревьев. Дерево превратить в камень и прочее нельзя было бы получить без применения высоких температур. Причем очень высоких. Так что и тут улавливаем в чем-то официальное и права. Но каков коэффициент недоговаривания или незнания? А вот еще одна публикация «Неизведанная Украина. Песчаные дюны и голубые озера Днепропетровщины», в которой роман «Неделька» описывает к ней свое путешествие. Сложно представить, чтобы посреди степи оказались барханы белоснежного песка или глубокие озера с бирюзовой водой. Где им здесь взяться? Тем не менее, и то, и другое есть недалеко от Вольногорска Днепропетровской области. Эта пустыня – не природное явление, а всего лишь побочный продукт деятельности человека. Перед нами цитано-циркониевы пески малышевского месторождения, в состав которого входят циркон, рутил, ильминит, лейкоксен, дистем, силимонит, ставролит, турмалин и кварц, имеющие высокое промышленное значение. В незначительных количествах также присутствуют анатаз, брукит, бодолеид, корунт, моноцит, шпинель и другие материалы. Благодаря залеганию рудоносных титано-циркониевых и алюмосиликатных песков добывать минералы можно открытым способом с применением высокопроизводительной техники. Добыча рудных песков производится с помощью роторных и ковшовых экскаваторов. С крышной породы складываются в выработанное пространство. Добытые пески укладываются на площадку в виде конуса, после чего размываются гидромонитором и транспортируются по системе магистральных трубопроводов на обогатительное производство в виде пульпы. Белая пустыня – всего лишь часть этого огромного комплекса. Тем не менее, она заслуживает внимания. Ослепительно-белоснежный песок и голубое озеро с прозрачной водой. Как пройти мимо такой красоты? Но это мы решили не проходить, а рассмотреть ее вблизи. Идти по песку оказалось весьма затруднительно. Издалека первая дюна казалась маленькой, но по мере приближения мы понимали – она довольно внушительных размеров. Кроме того, идти мешал сильный ветер, который поднимает мелкий песок в воздух. Своего рода песчаная буря, после которой песок буквально везде – в носках, штанах, трусах, на зубах и в глазах. Очки не помешали бы, но, как всегда, про такие вещи вспоминаешь потом. Через какое-то время мы дошли до небольшого канала между двумя огромными дюнами. Мой спутник Николай решил опробовать воду и разведать водоем. Глубина оказалась около 6 метров. Видимость слабая, скорее всего, из-за сильного ветра, который намел песок с берега. Вернувшись на исходную точку, мы обошли залив и вышли на вторую дюну. Она немного уступала по размеру первой, но зато с нее открывался потрясающий индустриальный пейзаж. Здесь же проложена труба, через которую забрасывают воду с промытым песком. Белая пустыня – красивейшее место, где можно погулять и побывать в абсолютной тишине. И даже тот факт, что это искусственные дюны и голубые озера не мешает испытывать невероятные эмоции. Конец рассказа романа. Конец и нашего путешествия. Пора закрепить свое мнение. Наш мир – большая пустыня. Мы в геометрической лестнице очень малы, а наш мир намного больше, нежели нам говорят. Мы после большой войны живем в искусственной так называемой зеленой зоне, за территорию которой, если зайдем, то ужаснемся. Какой кошмар разрушений дальше, без декораций, известной части нашего мира. Пули, снегопада и Елона Стоянова. Увидимся и услышимся. Добро быть! Продолжение следует...